Библиотека Архангельский литературный музей представляет вашему вниманию видеопрезентацию «Не стань обреченным», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов, но цена такого побега оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей частью являются необратимыми. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается 26 июня, провозглашен этот день Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 7 декабря 1987 года в целях выражения решимости усилить международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества и пресечения наркоторговли. 26 июня 1839 года у стен города Гаунчжоу чиновники и солдаты Китайской Империи ЦИН по приказу наместника совершили сожжение конфискованного у английских наркоторговцев опиума свыше миллиона килограммов. Этот день и стал днем борьбы с наркоманией. Что такое наркомания, каковы ее последствия и как не стать обреченным, об этом наша презентация. Наркомания относится к разряду психических заболеваний. Возникло это слово от греческого нарко – оцепенение, усыпление, онемение и мания, страсть, влечение. Это заболевание характеризуется всеобщим поражением личности, расстройством психики, приводит к физическому и моральному распаду. Наркоман постепенно утрачивает чувство собственного достоинства, самоуважения, теряет друзей, семью, не может приобрести профессию, вовлекается в преступную среду. Самочувствие наркомана зависит от приема наркотика, его наличия или отсутствия в организме. Больной вынужден периодически принимать наркотические вещества, иначе у него возникает мучительное состояние с болями и судорогами. Это состояние называют ломкой. Употребление наркотиков ведет к привыканию. Привыкание к потребности. Потребность к зависимости, а зависимость к болезни. Что такое наркотики и чем они опасны для молодого организма? Наркотики – это вещества, которые оказывают особое воздействие на весь организм человека, прежде всего на его психическое состояние, на сознание, настроение, вызывая опьянение. Длительность периода от первого приема до стойкого привыкания к наркотикам зависит от его вида и индивидуальных особенностей человека, возраста, перенесенных заболеваний, уровня физического и психического развития, особенностей биохимических процессов, которые протекают в организме. Чем моложе человек, тем быстрее попадает он в зависимость от наркотика. Подростку достаточно принимать наркотик от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы попасть в полную зависимость от него. Вызываемые наркотиками патологические состояния в определенной степени оказываются необратимыми, а часть произошедших в организме отрицательных изменений остается навсегда. Наркоманы, а часто и их родители, слишком поздно понимают, что это не просто баловство, а уже настоящая зависимость. Наркотики – это беда. А на этой общей беде наркодельцы наживают себе капитал. Люди, продающие психотропные вещества, называются дилерами. Сами дилеры наркотики чаще всего не употребляют, но активно склоняют к этому других лиц, ведь от этого зависит прибыль. Среди продавцов наркотических веществ выделяют оптовиков, поставляющих крупные партии товара, и розничных торговцев. Оптовики либо нигде не работают, либо имеют какой-то легальный бизнес для отмывания денег. Каналы распространения наркотиков разнообразны. Препарат могут предложить на улице, в школе, на дискотеке. Продавцы специально подсылают своих людей в компании подростков. Они прикидываются обыкновенными парнями и девчатами, идут на все, предлагают первые дозы бесплатно, обещая наслаждение, решение всех проблем и любят провоцировать. «Наркотики для смелых», говорят они, «если не трус, пробуй». А первая доза – это начало цепи зависимости и гибели. От наркоторговли выручаются огромные деньги, которые идут на поддержку других негативных явлений в обществе – терроризм, коррупция и т.д. Поэтому день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков призван привлечь внимание общественности и к другим не менее серьезным проблемам. Психологическими причинами наркомании являются незрелость, недостаточная осознанность, неумение удовлетворять свои потребности здоровыми способами, разрыв между мечтами и реальным планированием. К развитию наркомании приводит потребность незамедлительно получать желаемое и завышенные ожидания по отношению к себе и другим, которые оборачиваются постоянными разочарованиями, отказом решать накопившиеся проблемы, бунтарством или уходом в фантазии. Корни психологических особенностей, увеличивающих вероятность развития наркомании, кроются в детстве. Психика некоторых пациентов остается незрелой, неподготовленной к взрослой жизни, из-за чрезмерной опеки и попустительства, при негласном запрете на развитие и свободное проявление собственного «я». Еще одной проблемой является семейное насилие, после которого пациент пытается найти утешение в наркотиках. Кроме того, наркоманию провоцирует безнадзорность и чрезмерно свободный стиль воспитания, при котором ребенку не дают информации о вреде наркотиков, не контролируют его времяпрепровождения, его физическое и психологическое состояние. Первый опыт употребления может быть обусловлен обычным любопытством. Подростки любят пробовать нечто новое и неизвестное, ищут сильных необычных ощущений. Иногда прием наркотиков и развитию наркомании пациентов подталкивают стремление достичь творческого или интеллектуального успеха. Молодые люди творческих профессий считают, что наркотики стимулируют вдохновение, помогают созданию необычных талантливых произведений, выходу за рамки обыденности. Юные интеллектуалы стремятся повысить свой умственный потенциал, подстегнуть интеллект искусственными способами, а порой и вовсе проводят эксперименты над самими собой. У некоторых больных наркоманий поводом для первого приема становится юношеский максимализм, протест, нежелание подчиняться социальным нормам и правилам. Однако зачастую толчком для развития наркомании являются более простые поводы – скука, неуверенность в себе, потребность быть принятым в компании сверстников, употребляющих наркотики, стремление поддержать, общение, желание быть похожим на своих кумиров. Многие из перечисленных выше причин наркомании представляют собой сочетание социальных и психологических факторов. Кроме того, к социальным причинам развития наркомании можно отнести кризис ценностей, скрытую пропаганду аморального поведения в художественных произведениях, песнях, книгах, фильмах, отсутствие пропаганды здорового образа жизни, отсутствие системы детских и юношеских организаций, в которых подростки могли бы общаться и проявлять свою активность другими способами. Различают несколько стадий наркомании. На первой стадии – употребление наркотиков из эпизодического постепенно превращается в регулярное. Доза препарата неуклонно возрастает. Однако физическая зависимость пока отсутствует, поэтому пациент считает, что полностью управляет ситуацией. Больной наркомании достаточно легко переносит отсутствие наркотика. К продолжению употребления его подталкивает как потребность в приятных ощущениях, так и подспудно нарастающие ощущения дискомфорта, которые появляются через несколько дней после прекращения приема психоактивного вещества. Постепенно меняется характер эйфории. Вместо сонливости, которая характерна для начальной стадии, в состоянии интоксикации появляется бодрость, активность, возбуждение, проблемы со здоровьем пока отсутствуют. Меняется социальное окружение. Человек отдаляется от людей, негативно относящихся к употреблению наркотиков, формируется социальные связи с больными наркоманией, с дилерами и т.д. По статистике, на этом этапе примерно половина пациентов осознает серьезность проблемы и прекращает прием наркотиков. Остальные продолжают употребление и все глубже погружаются в пучину наркомании. Вторая стадия наркомании сопровождается развитием физической зависимости. Употребление наркотика становится систематическим. Временные интервалы между приемами уменьшаются. При прекращении употребления у больных наркомании развиваются дискомфортные болезненные ощущения, та самая ломка. Возникают характерные для наркомании нарушения деятельности различных органов и систем. Полностью меняется система приоритетов, все интересы пациента сосредотачиваются вокруг поиска новой дозы и приема наркотика. Третья стадия наркомании проявляется необратимыми психическими и физическими изменениями. Снижается восприимчивость, пациент больше не может употреблять наркотик в прежних дозах, больной наркомании не способен нормально функционировать без приема психоактивного вещества. Теперь целью употребления становится уже не айфория, а возможность поддерживать достаточный уровень жизненной активности. Личные и социальные связи разрушаются, выявляются серьезные нарушения деятельности внутренних органов, наступает психическая и интеллектуальная деградация. Каковы последствия употребления наркотиков? Употребление наркотических веществ в первую очередь влияет на состояние головного мозга. Наркомания приводит к снижению интеллекта, слабоумию, тяжелым психозом, депрессиям, страдает иммунная система, организм не может противостоять элементарным заболеваниям и инфекциям. Даже обыкновенная простуда может вызвать осложнения, несовместимые с жизнью. Вред алкоголизма и наркомании наносимой печени огромен. Неспособность этого органа нормально функционировать приводит к тяжелой интоксикации всего организма. При курении в дыхании психотропных веществ развивается рак легких, бронхит, может случиться остановка дыхания, страдает сердечно-сосудистая система, появляется аритмия, возрастает риск инфаркта. Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктивную систему и половые функции, причем как мужчин, так и женщин. Если женщина употребляет наркотики, будучи беременной, она наносит непоправимый вред здоровью ребенка, увеличивается вероятность выкидыша, возрастает риск того, что ребенок родится с умственными и физическими отклонениями и будет отставать в развитии. Лечение наркомании – длительный и сложный процесс. Прогноз зависит от продолжительности злоупотребления, вида и тяжести зависимости, психической и интеллектуальной сохранности пациента. Большое значение имеет уровень мотивации. Без достаточного желания больного и его твердого настроя на борьбу с наркоманией лечение крайне редко бывает успешным. Для успешного излечения необходимо не только очищение организма и использование специальных препаратов, но и серьезная перестройка психики, а это возможно при полной смене обстановки в особых условиях закрытого реабилитационного центра. Проблема наркомании с каждым днем все более остро стоит перед современным обществом. Сегодня как никогда важно уделять максимально возможное внимание профилактике пристрастия подростков к наркотикам. Стоит отметить, что по статистике только 2-3% наркозависимых возвращаются к нормальной жизни, навсегда с уверенностью сказав «нет» психоактивным веществам. Оставшиеся, несмотря на все попытки избавиться от пагубного пристрастия, рано или поздно возвращаются к употреблению, если не получат своевременной помощи в реабилитационном центре. В последнее время наркомания значительно помолодела. Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике, от общего количества страдающих наркомании 60% – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи при общении к наркотикам даже 7-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше – менее 20%. Цифра невелика, поскольку большая часть зависимых просто не доживают до этого возраста. Ежегодно в России умирает порядка 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет по причинам, связанным с употреблением наркотиков. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов и широкой общественности, поскольку наркомания – это угроза нашей национальной безопасности. Она напрямую связана с такими явлениями, как преступность, неуправляемая миграция, безработица, терроризм, распространение спида. Одним из наиболее действенных способов по борьбе с наркотиками является спорт и ведение здорового образа жизни. Ведь именно физические нагрузки дают возможность эмоциональной разрядки, мотивируют к дальнейшему росту и создают ощущение радости и полноты жизни. Наполнить смыслом жизнь и отвлечь от вредных увлечений помогут музыкальная или художественная школа, танцы, участие в работе театральных студий, научных кружков, общественно полезная и благотворительная деятельность. Огромную роль играет и круг общения. Обратите внимание на ближайших друзей, подруг, товарищеские компании. Нужно уяснить ряд непреложных фактов и правил. Наркомания – это не вредная привычка, а заболевание зачастую неизлечимое. Наркомания начинает развиваться, как правило, после первого употребления наркотического вещества, постоянно нарастает потребность в увеличении дозы приема. Человек, предлагающий вам наркотик – ваш враг. Чтобы заработать деньги на очередную дозу, наркоторговец затягивает свои сети от 3 до 9 человек ежегодно. Помни, что предложение употребить наркотики – это покушение на твою жизнь и твое здоровье. Прежде чем купить и попробовать наркотик, подумайте, а зачем вам это? Если к вам в руки попал наркотик, то вспомните предыдущее правило и избавьтесь от него. Знайте, тот, кто употребляет наркотик, он нарушает закон. Уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотическими средствами, наступает с 16 лет. Если же вам навязывают попробовать наркотики, вы должны любым способом отказаться. Закон на вашей стороне. Борьба с наркотиками ведется во всем мире, в том числе и в нашей стране. В 1998 году в России был принят федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах, в котором установлен запрет на прием наркотиков без назначения врача. В стране существуют специальные структуры по борьбе с незаконным распространением наркотиков. Можно позвонить по телефону 102 и сообщить об этом правоохранительным органам. Если вы знаете, что где-то торгуют смертью, сообщите. Не будьте молчаливыми и равнодушными свидетелями. Сообщите родителям, классным руководителю. Употребление наркотиков предполагает административную ответственность, штраф или арест на срок до 15 суток. Распространение наркотиков является преступлением. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказывается лишением свободы на срок от 4 до 20 лет в зависимости от различных условий. Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Надо самим уяснить и внушить другим, что не все в этом мире можно пробовать. Помните, жизнь лучше и ярче без наркотиков. Продолжение следует...